В Центральном концертном зале Краснодара собрались главы районов, руководители сельских поселений и председатели ТОСов. Всего в крае сейчас более 25 тысяч муниципальных служащих. Со сцены их поздравили губернатор Кубани и спикер Краевого парламента. Вениамин Кондратьев отметил, что управленцы на местах – это мощный ресурс, и именно от них зависит развитие региона. От вашей активной жизненной позиции, принципиальности, нравственности зависит реальная жизнь людей. Каждого конкретного человека, именно от вас, насколько вы будете принципиальны, насколько вы будете последовательны, насколько вы будете несгибаемы, в том числе и доносить правду до всяких высоких эшелонов власти. Я вас призываю видеть внутри поселений, внутри маленького поселкового производства, а может из него вырастет мощный запрещущий инвестор. Внутри поселковой молодежи, искать лидеров. Это есть те, кто сделает завтрашнюю, сегодняшнюю и завтрашнюю экономику нашего региона. Мы с вами строим жизнь на Кубани и будем строить, исходя из народной мудрости. Где лад, там и клад. Должны понимать друг друга, должны вместе работать, должны идти вместе к единой цели. Безусловно, есть над чем работать и дальше. Есть что предпринимать, чтобы местное самоуправление развивалось. Но сегодня мы можем однозначно сказать, на территории Краснодарского края местное самоуправление есть. По мнению Вениамина Кондратьева, главы сельских поселений должны отчасти стать менеджерами, знать о каждой проблеме, которая возникла на их территории и вовремя найти решение. Но в одиночку на муниципальном уровне с большинством вопросов справиться невозможно из-за нехватки финансов или кадрового дефицита, также отметил губернатор и заверил, что край будет и дальше поддерживать власть на местах. Я нацеливаю своих коллег, заместителей губернатора, министров, руководителей департаментов, управления, в общем, чиновников всех мастей, что не нужно сидеть в крае и указывать вам на недоработки. Не нужно превращаться в начальников искривого центра. Поэтому если недоработали, недоработали все вместе, начиная с главы поселения, заканчивая вице-губернатором и губернатором. Не нужно делить край на территории, районы и поселки. И на зоны тоже делить не нужно. Нужно все вместе брать и работать. Только сильным государством гордятся потомки. Сегодня президент прилагает все усилия, чтобы Россия укрепила свои позиции на внешнеполитической арене. А мы с вами должны сделать все, чтобы Кубань и Россия стала сильной, экономически сильной изнутри. Руководителям лучших сельских поселений по итогам краевого конкурса губернатор и председатель ЗСК вручили почетные грамоты и денежные премии в несколько миллионов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство и развитие территорий. Сами же победители признаются, что главный секрет эффективной работы – взаимодействие с местными жителями. Я считаю, что нужно любить всех людей, прислушаться к их мнениям. Ну и, конечно, жизненный опыт подсказывает принимать правильные решения. Сельский глава – это, поверьте, не чиновник. Это человек, который встает вместе со своими жителями, ложится позже всех. Человек, который радуется радостям своих жителей. Но если случается у кого беда, сядешь и поплачешь на пару. Потому что по-другому просто нельзя. Основные вопросы, которые возникают, они возникают у обычных граждан. Чтобы их решить, нужно, соответственно, разговаривать с ними об этих проблемах и помогать их решать. Вот и все. Продолжился праздник концертом. С лучшими номерами на сцене выступили творческие коллективы Кубани. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ»